Помолимся за Слово Божие, которое Господь дал, которое Он дает, чтобы мы услышали, чтобы мы могли поправить свой светильник, наполниться помазанием, елеем наполниться. Пусть наши сосуды были полными, благословенными. Господь, мы благодарим за Слово Твое, мы благодарим, Господь, за это утро. Ты говоришь, шесть дней человеку нужно работать, седьмой для себя, седьмой Господь для того, чтобы каждый человек сделал рестарт, чтобы был благодарным за прошлую неделю, чтобы был наполнен радостью, наполнен миром. Ты восстанавливаешь, и Ты сегодня восстанавливаешь, Ты даешь отдых, Ты даешь мир сердцу, Ты даешь возможности услышать Твое Слово, которое будет умудрять, которое будет давать наставление, которое поможет выбрать правильный путь. Спасибо, Господь, спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, что Ты наш ответ, Ты наш путь. Спасибо, мы благодарим Тебя, Иисус, благословляем Твое Слово, благословляем Твое учение, благодарим, Иисус, благодарим за небеса, Благодарим, что небеса для нас приготовленные для вечной жизни, не для вечной смерти, но для вечной жизни. Мы благодарим, Господь, и Ты сегодня желаешь нас научить и напоминать нам, что нам нужно делать, чтобы попасть и скопить благословение, чтобы там попасть на небесах. Мы благодарим Тебя, Господь, спасибо, Господь, благодарим, аминь. Воздайте Господу славу. Слава, 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 слава Господу. Слава Господу. Велик Господь и Достохвален, действительно, и Слово Его живое, и Слово Его действенное, и Слово Его, которое нас омыло, очистило, утвердило, и Слово, это сегодня будет о том, что человек должен делать на земле, если он хочет попасть туда на небесах, если он хочет получить жизнь вечную, не вечную смерть, а жизнь вечную. Что делать? Как поступать? Что говорить Слово Божие об этом? Во-первых, человек делает выбор. Есть только два выбора. Бог и дьявол. Ты делаешь выбор. Я с Богом или я с дьяволом? Люди, которые с дьяволом, они так же и говорят. Я вот служу дьяволу. Человек, который с Богом, он говорит, я служу Богу. И человек выбирает. И первое, что нужно при выборе, любить Бога, возлюбить Его. Есть заповедь первая. Возлюби Бога всем сердцем. Ты представляете, что значит всем сердцем, всей душой, всеми эмоциями, всеми намерениями, всей силой, силой всей. Вся сила должна быть направлена к Нему, к служению Ему. Жизнь посвящена для Него. Подошел как-то к Иисусу человек один. И он говорит, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную. И Иисус, сам Иисус отвечал, ты знаешь эти заповеди? Не прелюбодействуй, не кради, не лжи свидетельствуй. Он говорит, я все это исполняю, почитай отца и мать. А чего мне не хватает? А Иисус знал, что Он очень богатый. Говорит, раздай нищим свое богатство. Раздай. Вы знаете, и я знаю, что сказано, что Слово Божие останется. Вот оно вечное, это Слово вечное. Все остальное сгорит. Все, что скопили, все, что построили, все, что приобрели, ничего из этого не останется. Останется одно только Слово, которое есть в нас. И больше ничего. И потому Господь хочет, чтобы мы исполнили заповеди Его, которые не тяжкие, если мы выбираем Его. Потому что Бог, Он отдал Себя за нас, если мы те, которые выбрали Его. Если мы не выбрали, значит, Его жертва для кого-то это пустое место. И откроем Матвея 24, 29. Матвея 24, 29. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Чему нам надо готовиться, какие знамения будут, когда придет Иисус. После всех скорбей солнце померкнет, и луна не даст света своего, темнота наступит, и звезды спадут с неба. Представляете, какая сила, они всегда там стояли, и вдруг они падают с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Все люди, когда эта темнота наступит, все люди увидят Сына Человеческого на небе, и восплачутся все племена, полностью все племена, те, которые обольщенные, те, которые рады, что они дождались. Все, кто-то от радости будет плакать, кто-то будет от скорби плакать, и увидят Сына Человеческого. Вот эти знамения. Пропадет солнце, пропадет луна, наступит темнота, и придет Сын Человеческий. И люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Он грядет на облаках силою великою и славою великою. Вот чего мы ожидаем, что нас ожидает. Нам нужно готовиться, как попасть на небо. Потому и в церкви есть, что Господь готовит нас через Своё Слово. И 31. «И пошлет ангела своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырёх ветров от края небес до края их. И пошлет он ангела у своих громогласная труба». Вот как на еврейских служениях мы слышим иногда звук трубы. И эта труба, она будет звучать громогласно. По всему миру его услышат. «И соберут избранных его от четырёх ветров от края небес до края их». Эти знамения, которые ожидают нас, уже мы должны быть при выборе. При выборе. Долго думать не надо, когда в церкви уже многие-многие годы, кто-то пять, кто-то десять, кто-то пятнадцать, двадцать. И самое опасное, что человек может упасть, что у человека может появиться гордость. Вспомните дьявола. Он был прославителем у Бога. Был вторым. Всегда рядом был. Прославлял, сверкал в камнях, сверкал в этом богатстве. И вдруг он придумал, что ему надо занять место Бога. Мало того, что занять место Бога, ещё отколоть одну третью ангелов, чтобы они служили ему. И в наше время, когда есть в церкви, многие есть, которые стараются занять место кого-то, откалывают кого-то, кого-то из церкви, чтобы забрать их. Приходит. Попрошу, пожалуйста, никто, кто приходит с улицы, снаружи, кто бросается молиться, кто бросается пророчествовать. Если он не твой пастор, если он не твой служитель, ты не имеешь никакого дела. Пожалуйста, строго скажите, за меня, пожалуйста, не молись. Потому что, когда станут люди перед Иисусом Христом, некоторые войдут, а некоторые останутся. И те некоторые, которые останутся, они будут кричать. Я ведь с твоим именем пророчествовал во имя Иисуса. Я говорю то и то. Я твоим именем изгонял бесов. Как же я не буду входить? А Иисус говорит, отойдите. Я вас не знаю. Вы злые служители. Такое происходит, чтобы мы были чуткими, чтобы мы понимали, чтобы мы все проверяли через Слово Божие. Потому что Слово Божие есть истина, и она останется во веки веков. И Матвея 7, 21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесная. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали. И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Представляете, как должен человек различать этих духов, различать, кто есть кто, если Иисус отстранил? И тогда объявили им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Иисус скажет, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Мы думаем, колдуны, какие-то беззаконники, какие-то грешники, какие-то такие, эти антихристы. Антихристы вырастают в церкви, они откалывают церкви, они уходят, они отбирают часть и уходят. Поэтому очень важно быть бдительными, чтобы не потерять своего спасения. Если ты выбрал Бога, следуй за Ним, следуй за Ним. Ты никогда не потерпишь урон, ты никогда не потерпишь провал. Слава Господу! Первое, Фессалоникийцам, 4.15. Первое, Фессалоникийцам, 4.15. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшихся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках сретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Вот как придет тот день, драгоценные, внимательно слушайте, что будет, во-первых, глаз Архангела и труба Божия будет звучать. Глаз Архангела и труба Божия. И во-первых, воскреснут, мертвые во-первых, воскреснут. Представляете? Все мертвые. Вчера с мужем говорила, говорит, все эти веками, веками выйдут, выйдут с могил, выйдут из всех мест. Да, тут написано, сперва мертвые воскреснут. И если мы кто-то живым останемся здесь, на этом месте, если мы не будем в числе мертвых, мы присоединимся к ним, и Иисус нас заберет. Представляете? Это и утешение для нас, это и ободрение для нас. Еще раз прочитаю. Ибо сие говорим вам Словом Господним. Словом Господним. Я сейчас говорю Словом Господним, не Своим Словом, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Мы никак не можем их предупредить умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. Сам Господь сойдет с неба. Представляете, какой это будет вид, что Сам Господь сойдет с неба. При гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Но мертвые во Христе, во Христе, не все мертвые, но мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшихся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, вслетение Господу на воздухе. Нас возьмет на облаках. Представляете, какой у нас будет, какой самолет будет. Мы найдемся, будем находиться на облаках вслетения Господу на воздухе, и там всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Слава Господу! Если ты в Господе, Иисусе Христе, значит, ты живой, значит, тебя оживет, если ты даже умрешь. Кто-то говорит, вот я умру, меня закопает, черви сесть и все. Да, твою плоть съесть, но при том, когда придет Иисус Христос, оживешь, уже в другом теле станешь живым. Во Христе Иисусе слава Господу! Какое-то благословение, если вы потеряли своих близких во кресте Иисусе, знайте, что будет эта встреча. И если мы живы, кто-нибудь еще доживем до того дня, когда Иисус придет, вместе с ними мы будем с Господом. Я думаю, что это очень утешительное слово, очень благословенное Слово Божие, которое Он нам сегодня дает, драгоценное. К чему нам нужно готовиться? Не то, чтобы копить, с кем-то состязяться. В последнее время встречаюсь с такими людьми, ой, там дома, ой, там то, ой, там земля. Надо разделиться на всех, надо вот такие, этот плохой, этот худой, этот еще какой-то. И борьба идет за земли, за вещи, за одежду, за какие-то, какие-то, то, что находится там, в подвалах. Боже мой! Это все ведь сгорит, ничего не останется. Как в одни сына человеческого будет, так и в одни сына, как в одни, то есть сыноя было, так и в одни сына человеческого будет. Там еле пили, женились, все происходило. И только восемь душ. А мир-то был большой, а людей-то было много, и никто не верил. Все смеялись, издевались. Какой тут строит каучек, что тут такое невиданное, никаких предметов, ничего не видим, чтобы дождь пришел. Остались только восемь душ, драгоценные. И так сказано, что будет в одни сына человеческого. Да будем мы в том числе, чтобы мы остались с Богом, чтобы мы были с Иисусом Христом, чтобы мы принадлежили Иисусу Христу, чтобы мы жили для Него, чтобы мы восхваляли Его жизнью своей, своими стремлениями. Да, мы живем во плоти, но мы боремся, а Иисус помогает, Он дает победу, полную победу. Слава Господу! 2 Петра 2.1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, вовлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет поношеннее. И из любостяжания будут уловлять вас с тилыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Есть много-много проповедник, который говорит, как надо любить, всех надо любить, всех надо спасать, мир надо спасать, надо в Гондурас, надо в Испании, надо в Норвегии, надо спасать, надо спасать. А Бог говорит, спаси свою избу, спаси своих, позаботься о своих, позаботься о своей душе, чтобы ты своей душе не повредил, чтобы она была спасена. Когда кто-то боится, меня могут побить, меня могут убить, не бойтесь, что вашу плоть убьет, бойтесь, что вашу душу погубит. Дьявол оконится за душой, за душой, и особенно те, которые в церкви, которые устояли, которые долгие годы уже маршируют, уже идут вперед, я с Христом, я Дитё Божие, я такой верующий. Вот и дьявол подходит, и дьявол подходит, в чём уловить, в чём не бодрствовал, в чём не размышлял, так, что драгоценные. Будьте бдительны, потому что дьявол, тот, который портит души человеческие, он не дремлет, он по-разному, по-разному подходит. Особенно, когда человек один остаётся дома, у него мысли приходят, у него желания, привратные другие, и дьявол ещё далеко-далеко ходит вокруг него, многими километрами, ста километрами, и всё, он приближается к этому, круг приближается больше, меньше, меньше, меньше становится, и совсем уже приходит и внушает. Да? Причём тут эта церковь? Да это всё глупости. Да это всё для стариков, для пенсионеров, для меня молодого. Нет у меня всё, море по колену. Я живу, как я хочу. Что хочу, то творю и буду творить. Как много людей встречается, которые говорят, как я глуп был, как я глуп. Почему потерял 20 лет? Почему потерял 30 лет? То в тюрьме, то в грехах. Гордость, гордость выпирала, гордость, что хочется в этом мире, который нечестивый, как-то показать себя, какой я сильный, какой я, как я могу больше обмануть, как я могу больше, больше повредить кому-то. Я удивляюсь. Тут человек вчера говорит, вот поступил на работу, договорился с хозяином, всё хорошо, там и дом, и ночлег, и деньги будут платить. А пришёл вечер, человек говорит, нет, место 50-30 с тебя. Потом смотрю, ещё там один работник, тот тоже собирает сумки, уходит. Я говорю, неужели вот такие люди есть? Неужели такие есть? Если обещали одно, сказали одно, и делают по-другому. Неужели мы уже живём в таком другом мире, в справедливом, в чистом, в святом сумочка осталась? Ну пусть стоит среди нас, ничто там никогда не пропадёт. А тут с человеком договорился. Как можно смотреть в глазах? Если с человеком договорился, если обещал, так заплати, как сказал. Вот как бывает в этом мире. И люди некоторые на неправедности, они строят свой путь. И сказано, на чём вы строите свой дом? Камень ли там есть под этим основанием? Как приводили такой пример. Вот стоят эти железные разные будки без основания. Их красит, их оборудует, всё там устрояет. И всё красиво. Все смотрят, какой дом красивый, покрашенный. А вот идёт ветер, буря идёт, и берёт этот контейнер, и он летит, 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 и улетает. Вот что значит человек без основания. Вот что значит дом без основания. Чтоб мы не только слушали, да прослушали. В одно ухо пришло, в другое ушло. Знаете, зачем нужен этот авторитет в этом мире, как мне ещё один человек говорит, у нас авторитет, а вот так выбирает. Два-три человека они рекомендуют по пути нечестивому, и тогда остальные голосуют. Выбираем. Я говорю, у нас совсем по-другому. Вот я выбираю Богу, я иду, я служу, даже мне не говорят, я вижу, что надо делать. Я иду, и Бог меня выбирает. Не было голосования. Скайдриту давай выбираем пастором. Вот она будет пастором. Что церковь скажет? Кто за, кто против. А Бог смотрит на сердце. Он справедливый. Он справедливый. Он уже видит. Когда мне предложили стать пастором, я уже так уже была с полной головой и в молитве, и в евангелизации, и в служении, и в милосердии, и во всем, что Слово Божие говорило. Не в том, чтобы угодить людям. Во мне нет угождения людям. Во мне есть стремление. Я ищу, как Богу угодить? Что Он хочет от меня? Что, как выразится моя благодарность? Вот всем надо подумать. А как я, как поблагодарю Бога? Что мне делать? Что мне делать, чтобы возблагодарить Бога? Как мне служить? Что мне делать? Что Он ожидает от меня? Страшно, когда надо было первую ячейку брать. Вот Валентина Михайловна, мой лидер. Страшно было. Страшно было. Но я взяла. Это моя благодарность была Богу. И вот я себя и и собой работала внутри с Богом. Он помогал мне быть смелой. Говорить то, что истина говорит. И дай, Господь, чтобы мы никогда не пугались истину говорить. Каждому человеку. Не просто бить молотком, не просто бить, бить гвоздем в человеке, но с мудростью, подсказать. Такое время, когда человек может принять, когда его сердце готовое во имя Господа Иисуса Христа. 2 Тимофея 4, 2. Через лицемерие лжевсловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять спичью то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. И вот иногда мы попадаем в такую компанию, когда люди говорят, это не чисто, это чисто, это можно кушать, это не можешь. И путаешься, и не знаешь, Боже мой, что делать, как угодить, не угодить, ужасно. А что Слово Божие говорит? Кто-то запрещает. Люди сами придумали. Сами придумали этот запрет. И сказано, когда вы в базаре что-то покупаете, не исследуйте, из чего приготовлено. Благословляйте. Освещается молитва и Словом Божиим. Всякая еда. Просто благодари. Благодари за еду. Благодари, что она есть. Многим ее нету. А ты благодари. Не то, что взыскать. Это проклятое, это не проклятое, это такая, это с двумя крыльями, это с двумя ногами, это с четырьмя ногами. Этого не буду, это буду. Во имя Господа Иисуса. Еще раз прочитаю. Дух же ясно с первого стиха. Дух же ясно говорит, что последние времена отступить некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским. И то, что я говорила, как выглядит, когда человек обольщен духами, обольстителями и учениями бесовскими. Это не учение Божие, учения бесовские. Через лицемерие, лицемерие, угождение лжесловестников, сожженных в совести своей, лишь бы больше людей, лишь бы больше авторитета, лишь бы больше, 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 больше по счету было. Сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушались благодарностью. Верные и познавшие истину вкушались благодарностью. Драгоценное, когда вы будете в какой-то компании, не забудьте этого слова. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не превосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Мы не знаем, кто готовит. Даже вот и сюда в церкви приносят, кто-то, что-то. Мы не знаем, с каким сердцем. Мы не знаем, может, дома здесь человек святой, а дома он ругается, ругается, проклинает, проклинает. Может, плюет, может, еще что-нибудь. Но мы освящаем кровь Иисуса Христа и молимся. Так что драгоценное. Мы не знаем, фабрики, где шпроты делают или мясо какое делают. Мы не знаем, что там творится. Но освящается пища молитвою и Словом Божиим. Слава Господу! Ничто нам не повредит. Даже сказано, если что-то смертоносное, мы скушаем. Яд какой-то, может, досыпет у нас в стакан или в блюдо. Ничего с нами не произойдет. Только злые люди со стороны будут смотреть. Ой, не повредила, не повредила. А я проклинала, а я колдовала, а я ненавидела, а я завидовала, а я той. Вот почему-то вот этот человек, все он живой, все он влыбается, все он в церкви. Что это такое? Многим это непонятно. Они все дьявольские оружия применяют, чтобы кого-то из нас уничтожить. Но не получается, потому что мы принадлежим Иисусу Христу. А если Иисусу Христу, у Иисуса первенство у Бога. Он Сын Бога Живого. И мы вместе с Ним. Что Он нам может повредить? Ничто не может повредить. Другие по-разному, по-разному колдует на людей, чтобы упали служители. И потом не понимаешь, почему то происходит, почему какие-то, какие-то, такие желания, такие появляются. Потому что кто-то колдует. Но Господь с нами. Слава Господу! Великий Господь! Деяние 20-28. Деяние 20-28. И так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себя кровью Своею. Ибо я знаю, что по отчествии Моем войдут к вам лютые волки, нищадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Слава Господу! Господь хочет те, которые поставлены блюстителями Церкви Божией, чтобы они внимали в себя, во-первых, себя учили, чтобы я, во-первых, себя учила. Все это слово, которое я говорю, я говорю и себя, себя говорю, и говорю вам. И так внимайте себя и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Никто не ставит ни человека, Дух Святой. Дух Святой меня поставил здесь, в Церкви. Слава Иисуса! Слава! Спасибо Духу Святому! Пости Церковь Господа и Бога! Это Церковь Господа и Бога! Господа и Бога! Каждый вы, кто находитесь, я верю, я верю, что вы принадлежите Господу Богу Иисусу Христу! Слава Иисусу! Который Он приобрел Себя кровью Собой Своею, приобрел нас кровью Своей, кровью Своей. Он пролил Свою кровь за нас, не за всех, за нас, те, которые выбирают, те, которые следуют за Ним, те, которые искренне каются. Можем выгнать человека вперед, но он ради галочки, ну, так попросили, как-то неудобно, здесь такие обряды, надо произнести эту молитву, но самое важное покаяние в сердце, когда ты один на один, когда в душе там что-то происходит, когда разговариваешь с Богом, это настоящее покаяние, старт всего, покайтесь, покаятись, покаяние, во-первых, покаяние, ничто другое, ничего нового в этом, в этом мире не будет, только через покаяние человек приходит к Богу, любой человек через истренное покаяние, Бог смотрит на сердце, не на лицо человека, что там в сердце происходит, что там происходит, Дух Святой прикасается, он проводит свою работу, слава Господу, Матвея 24-29 И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и сила небесная поколеблется, тогда явится знамение Сына Человеческое на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великою, и пошлет ангелов своих с трубой громогласно, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Я еще раз прочитываю, чтобы это мы запомнили, к чему мы готовимся, что будет происходить. Скорби будут большие. Кто-то говорит, да никаких скорбей не будет, ничего. А Слово Божие говорит, что будут скорби у верующих, у христиан. Солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблется. Тогда появится знамение Сына человеческого Ананега. Не лжепророков, которые будут говорить, Иисус там, беги туда, он там в той горе, или будут говорить, а вот в этом помещении там находится Иисус, иди туда, такое слово тоже написано, но ты не бега ни сюда, ни туда. Ты привык пребывать в Слове Божьем, привык в церкви, там и находись. Иисус говорит, я здесь, я здесь, почему вы бегаете куда-то, я здесь. И кто-то ходит, и ходит, и ходит, и меняет церковь, и меняет, и меняет. Это как муж меняет, жен, 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 меняет, меняет, меняет. В конце концов, никакого ни удовольствия, ни мира, ни благословения, ни радости. Господь хочет, если здесь находятся какие-то препятствия, они будут в любом месте. Если человек не освободился от чего-то, это будет преследовать. Так что, драгоценные, нам нужно знать, что делать. Деяние 15 откройте, пожалуйста. Деяние 15 13 После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласно слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинье Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человека и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. ведомы Богу от вечности все дела его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу изъясничников, а написать им, чтобы они воздерживались от искрененного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себя. Вот что нам надо делать, чтобы войти в Царство Божие, Царство Небесное в вечную жизнь. Не вечную смерть, нам нужно готовить свою жизнь и к вечной жизни. Не к смерти, а к вечной жизни. И вот здесь даются советы, что язычникам делать. Многие здесь из язычников, мало кто из евреев. И вот что советуется, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвеститься имя мое, говорит Господь створящий все сие. Как люди определяются, что он с Богом и не с Богом, что он с Иисусом или не с Иисусом. Во-первых, проповедуется Слово Божие, проповедуется Евангелие, и ты видел, были милые, милые лица, очень прекрасные до того времени, пока ты не проповедовал, пока не благовествовал, все были очень миленькими, очень добренькими. И тут, когда начинает говорить о Иисусе, о покаянии, о делах Божьих, вдруг выявляется, при чем тут Иисус, зачем, кто он такой, и всякое такое, и говорят, и ругается, и отрекается, и есть другие, которые открывают свое сердце, и говорит, я чувствую, что здесь есть то, что мне надо, это Иисус, а сказано, кто с Иисусом, тот имеет жизнь вечную, кто отказывается от Иисуса, тот теряет жизнь вечную, и так, что драгоценные, только при этом, и потому важно благовествовать, ты думаешь, такой большой начальник сидит, такой вот-вот неприступный, и не буду говорить, а Бог говорит, раз ты встретился с этим начальником, пожалуйста, благовествуй, я помню, как многие годы назад работала в одном предприятии, большая, большая, техническая, и вот на сердце пришло большому начальникам, и он над тысячами, над тысячами отвечал, и вот мы с одной женщиной пошли, пошли туда в эту организацию, секретарь сидит такая злая, никуда не пропустим, никуда вас, никто не звал вас, что вам тут делать, ну, как открылась дверь, появился этот начальник, мы говорим, что желаем с вами поговорить, ну, что-то Господь какую-то мудрость дал, как, да, захотите, не только, что зашли мы, закрыл еще двери, мы говорим, о Боге будем говорить вам, хорошо, он стал сам говорить, вот я там в католике, как я там в лутеранах был, я там то и то, мы говорим, мы верим Иисуса Христа, важно, чтобы иметь жизнь не вечную, надо попросить у Бога прощения, надо покаяться, и то, что надо, нужен Бог всем людям, всем людям, он нужен, он выслушал, выслушал, а мне уже были, был такой замысл, думаю, ну, как ты сейчас этого начальника заставишь, давай повторяй молитву за мной, слава Господу, что я такого не делала, я говорю, а я напишу вам с руки, вот вы домой приедете, вот и дома, помолитесь по этой молитве, говорит, хорошо, спасибо большое, и не прошло долгое время, он умер, и я благодарю Господа, что Господь туда-куда посылает, вот мы увидели, секретарь так, поступило со злости, а начальник сам принимал, и так много, и еще в одной организации, еврей был начальником, и вот так же на сердце, вот какие мы раньше были христиане, чтобы куда-то пойти благовествовать, что-то говорить о Иисусе, не что-то, но о вечной жизни говорить, и вот пришла, он выслушал, выслушал, ой, говорите, вот вы тут работаете, я не знал такого, вообще не знал, и что, вы такой человек, а он-то действительно взял, там же на месте покаялся, потом на следующий раз говорит, приходите, а я соберу начальников, и собрал всех начальников, там человек двенадцать, четырнадцать, и вот говорит, всем говорит, сидите, и вы слушаете, что вам эта девушка скажет, ну вот все слушают, и смотрю, вот смотрю на лица, говорить при начальнике, им нельзя ничего, кто-то стал действительно шипеть, кто-то там злое лицо, кто-то улыбался, кто-то так, кто-то так, действительно, пока мы благовестие не говорим, не евангелизируем, мы не знаем, что там будет, что там будет, и потом дал клуб, и говорит, соберите моих работников, вот открылся этот клуб в этом предприятии, и проповедовали Слово Божие, идите по всему территории, говорите людям, говорите, я, мои коллеги, которые были, работали, так были удивлены, ты такая верующая, но принимали, принимали, действительно, в самом начале, даже в самом начале Бог давал авторитет, принимали серьезности, так что драгоценное, если вы где-то находитесь, благовествуйте, вы тогда увидите, кто есть кто, и что, и что нужно, и потом, когда благовествовало, потом разные чудеса приходили, то, что нужно было для земной жизни, эти начальники говорили, а у вас вот кто-нибудь вам давали какие-то пакеты, давали, помогли вам в чем-нибудь, говорили, ни в чем, и сразу звонили, тому, тому, пожалуйста, вот примите, приедет тот и тот, и вам выделится то и то, и чудеса последовали, и потом приезжали, даже именно через звонок этих людей, приезжали из Шветьи с автобусом, дети были маленькие, приносили полный дом подарками разными, это было чудо, это было знамение для моего двора, которые знали, что я верующая, и которые ну так смотрели, смотрели, что тут и как тут, а когда такие знамения, у всех уже рты закрылись, слава Господу, Господь велик, Господь нас любит, и Господь хочет, чтобы мы были радостными, благословенными, и не боялись никого, говорили, почему мы думаем, что только вот какой-то убогий человек, какой-то такой, такой, ну, такой, этому будем говорить, всем начальникам нужно, потому что Иисус Господь господствующих и царь царствующих, потому они должны знать о своем Господе и царе, так что, драгоценные, не бойтесь господам говорить о господствующем Иисусе, Иисусу Христу, которого имя выше здесь на этой земле и в грядущее, слава Господу. И Деяние 15-28 «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого воздерживаться от идола жертвенного и крови и удовленины и блуда и не делать с другим того, чего себя не хотите. Соблюдая сия, хорошо сделайте. Будьте здравы». Еще раз, второй раз повторение. Что важно? Соблюдать его заповеди, возлюбить Бога, возлюбить себя, возлюбить другого, как самого себя. И вот эта перечень, что надо делать. Не так, ничего такого страшного нету. И не делать с другого того, что сам себя не хочешь. Вот всегда подумайте, когда ты что-то злое или говоришь, или делаешь, или поступаешь, подумай, а ты бы хотел, ты бы хотел, чтобы против тебя так поступили. и остановись, и не делай. Слава Господу! Не забудем, что Иисус имеет первенство во всем, и мы готовимся к небесам. Готовимся? Что в нашем сокровище есть? Вот подумайте, зачем Иисусу мы нужны? Зачем? Что мы такое сделали? Возлюбили ли мы Его за то, что Он отдал добровольно свою жизнь из-за нас? Пролил кровь, претерпел. Ну, представляете, если тебя выгнали по городу, все смеются, издеваются, обзываются, бьет тебя палками, одежды срывает, кричат, тебе бы понравилось? Он добровольно, будучи Богом, вытерпел ради нас, будем принимать серьезности то, что Он сделал для нас, и будем благодарны. Жизнь идет быстро-быстро, она уходит. Слава Господу, что Бог нас защищает. Вчера ехала, и вот пешеходный проход, и не видела, вот едет человек с этой сумкой, а где еда, и просто несколько сантиметров осталось, Бог сохранил, Бог сохранил. Он всегда охраняет своими, посылает своих служителей, посылает своих ангелов, которые защищают нас. Иногда как ослепление не видишь, и тут видишь, что чуть-чуть осталось. Слава Господу, велик Господь! Можем встать и помолиться, чтобы Господь приготовил наши сердца Господь, мы благодарим, благодарим Тебя, Господь, благодарим за слово Твое, благодарим за жизнь вечную, благодарим Тебя, что Ты готовишь, что Ты даешь нам знать, что нам делать. Мы благодарим, Господь, за просвещение, которое Ты делаешь в нашем сердце. мы благодарим Тебя, Господь, за откровение, мы благодарим, Господь, за видение, мы благодарим, Господь, за благословение, которое Ты нам, Господь, подарил. Спасибо, Господь, мы благодарим за то, что Ты советуешь нам стоять в свободе. Спасибо, Господь, за эту свободу в Господе Иисусе Христе. Благодарим, Господь, За благодать твою, за милость, за охрану твою Мы благодарим Господь Когда кто-то согрешил, ты говоришь Иди и больше не греши Иди и больше не греши Спасибо тебе Господь, спасибо Господь За все эти советы мы благодарим Господь Потому что только рабы, они ненавидят свободу А мы рабы Господа, они рабы дьявола и не рабы греха Мы благодарим, что мы свободны во Христе Иисусе И мы благодарим, что ты нам Господь говоришь Держи то, что имеешь Мы имеем тебя Господь Ты Господь нам, твое слово нам Мы благодарим за силу Духа Святого, за кровь твою святую Мы благодарим и дорожим то, что ты нам дал Спасибо Господь за совершенную мудрость от тебя Мы благодарим тебя Господь Благодарим Господь за то, что ты желаешь Чтобы мы, те таланты, которые ты дал Чтобы мы развивали эти таланты Помоги нам Господь, чтобы собирать сокровища на небе Чтобы мы проверили, какие таланты есть у нас во имя Иисуса Христа Чтобы мы это образование принимали И чтобы мы развивались во имя Иисуса Христа Мы благодарим Господь, что ты даешь нам возможность учиться через Слово Твое Спасибо Господь, мы благодарим Господь Благодарим за Твой университет через Слово Твое Мы благодарим Господь за это образование через Слово Твое Через учение Твое Мы благодарим Господь за этот высший университет Мы благодарим Господь Благодарим Господь за те дары, которые ты нам дал Мы благодарим Господь И помоги, чтобы мы эти дары пускали в оборот, чтобы мы не закапывали своих даров во имя Иисуса, но служили для Тебя, для славы Тебе, чтобы мы прославили своими дарами и талантами Тебя, Господь. Мы благодарим, Господь, что Ты пробуждаешь каждого изнутри нас. Спасибо Тебе, Господь, за это пробуждение через Слово Твое. Мы благодарим, Господь, благодарим, Господь, что Ты готовишь нас к вечной жизни, не к вечной смерти, но к вечной жизни. Мы благодарим, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Дай нам бодрствовать с Тобой, как Ты просил учеников, чтобы они помолились один час. Господь, Господь, дай каждому из нас бодрствовать, хотя каждый день по одному часу перед лицом Твоим во имя Иисуса Христа. Мы благодарим, Господь, за каждого молитвенника, за каждого евангелиста, за каждого проповедника, за каждого, кто милосердствует во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим, Господь, благодарим, Господь, что Ты даешь следить нам за нашу внутренность, за нашу чистоту, за нашу свободу, чтобы мы не стали рабами греха. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем это рабство греха, это желание, которое от дьявола приходит. Мы разрушаем и отрекаемся именем Иисуса Христа. Мы благодарим, Господь, за то, что Ты Иисус в центре, за то, что Ты Иисус первый. Мы благодарим, Отец Небесный, за то, что Сын Твой подчиняется Тебе, и мы подчиняемся Иисусу Христу. Благодарим, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, за то, что Ты нам тайны открываешь, Царство Божьего, за то, что Ты нас готовишь. Мы благодарим, Господь. Мы благодарим, что наше покаяние однажды, оно принесло плод. Мы больше дьяволу не принадлежим. Мы принадлежим Иисусу Христу. Слава Тебе. Те, которые грешат, они принадлежат дьяволу. Те, которые праведно живут, они принадлежат Иисусу. Потому что Иисус пришел разрушить дела дьявола. Потому что Он первый согрешил. И мы не последователи дьявола. Мы не будем вместе с Ним грешить. Но мы праведники через кровь Иисуса. Мы оправданные. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим. Мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя, Господь. Мы поклонники в Духе истине. Слава Тебе, Отец наш. Слава Тебя, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Вся слава, хвала, честь Тебя. Слава, слава. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся через Слово Твое, через истину Твою. Спасибо, Господь. Мы благодарим, Господь. Спасибо, Господь. Мы благодарим, что мы можем служить тем даром, который Ты нам дал. Спасибо, Господь. Мы благодарим, что мы ученики Твои. Мы благодарим, что Ты, Иисус, определил нас на благословение, на вечную жизнь. Спасибо, Господь. что Ты пролил кровь за нас, мы благодарим, Господь, спасибо, Господь, мы благодарим, что Ты объясняешь нам на понятном языке, детям объясняет по детскому языку, взрослым объясняет по взрослому языку, мы благодарим Тебя, Господь, Мы благодарим Господь, мы благодарим, что наша вера растет от веры к веру, от славы к славе, от силы в силу. Мы благодарим Господь, что наша жизнь сокрыта в Господе Иисусе Христе. Мы благодарим, что мы можем исповедовать Евангелие, что мы можем жить и что наша жизнь – это письмо Христово. Оно письмо Христово, легко прочитаемо. Все могут прочитать, кто ты такой, с кем ты. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь. Не дай, Господь, испортить это письмо Христово с грехами, что все знают, что грешат люди во имя Иисуса Христа. Церковь – это не дом разврата, это дом Божий, дом молитвы наречется. Слава тебе, Господь. Мы благодарим, Господь. Благодарим. И мы исповедуем Евангелие во имя Иисуса. И ты, Господь, хочешь освободить от всякого лукауства те, которые притворяются, те, которые говорят, что они не грешат, они не себя признаются, не признаются ни перед кем. Во имя Иисуса Христа дай, Господь, эту милость, чтобы сознали и чтобы могли покаяться во имя Иисуса Христа. Господь, дай способности, открой таланты, открой дары во имя Иисуса Христа у каждого, кто здесь находится. Здесь нет ни одного тысдарного человека. Ты, Господь, дал разные дары. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарим тебе, Господь. Мы благодарим, что наша цель – прославить тебя, быть с тобою во веки войков. Мы благодарим, Господь. Славим тебя. Мы готовимся к восхищению церкви. Будут части церкви, которая останется на земле, и часть будет восхищена. Мы хотим, то есть, в стороне быть, чтобы были восхищены с Иисусом. Спасибо, Иисус. Спасибо за это слово, которое сказал, что пробудутся все умершие, во-первых, и мы живые присоединимся, и будем вместе с тобой, Господь. Мы благодарим, Господь. Благодарим, Господь. Мы славим тебя, Господь, что ты дал нам власть и авторитет Господа Иисуса Христа. Спасибо, Господь. И мы благодарим за кровь Нового Завета. Мы благодарим за пролитую кровь. Мы благодарим за это спасение. Мы благодарим за эту очистку нашего сердца, нашего духа. Спасибо, Господь. Мы благодарим, Господь. Иисус, ты взял грех мира. Ты забрал. Мы благодарим. И ты освободил нас. И ты сделал нас праведными. Мы благодарим, Господь. Мы те, которые ожидаем спасения, быть вместе с тобой, Иисус. Ты готовишь нас. Мы благодарим, Господь. Как ни послушанием одного человека. Многие стали грешниками. Не все, но многие. И также многие будут спасены. Не все, но многие во имя Иисуса Христа. Дай, Господь, рассмотреть свое сердце. Один возьмется, второй останется. Во имя Иисуса Христа, Господь. Не вместе с собранием всем, но каждый пред лицом Твоим проверяет свое сердце. И мы благодарим, что мы тело Крестово. Мы не хотим быть отделены от тела Твоего. Мы хотим быть вместе с Тобою, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо. Ты, Господь, нас не предобредил на погибель, но для спасения. Спасибо, Господь. Мы благодарим, Господь. Благодарим, Господь. Мы возненавидели грехом. Мы возлюбили правду. Спасибо Тебе. Спасибо. Мы предназначены ко спасению. Слава Тебе. Слава Тебе. Мы не служители проклятия. Мы не служители дьявола. Мы не грешники. Мы праведники. Мы служители Божия. Мы служители Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе. Освяти умы каждого из нас. Освяти словом Своим. Дай запоминать. Пусть Слава Тебе, оно превратит наш ум в ум Христов. Во имя Иисуса Христа мы благодарим, Господь. Пусть люди будут готовы туда, куда мы придем. Пусть принимают покаяние. Пусть скаются. Пусть принимают Дух Святой. Пусть будут крещены Духом Святым везде, где мы появимся. Во имя Иисуса сила Духа Святого досойдет. И также ревность. Сила Духа Святого. Когда ты, Господь, в своем слове говоришь, когда был этот начальник, и рядом с ним был человек, который, услышав Евангелие, хотел отвратить этого начальника от Евангелия. И тогда Павел, наполненный силой Духа Святого, сказал, ты сын дьявола. Ты будешь запрещать этому человеку прийти к Господу во имя Иисуса Христа. Пусть все сыны и дочери дьявола да умолкнет и да не будет стоять пред воротами жизни, перед воротами Царства Непестного, перед воротами жизни вечной. Во имя Иисуса Христа мы благодарим, что Евангелие открыт для каждого человека. Мы благодарим, Господь, за эту милость, за эту доброту. Спасибо, Господь, что мы имеем твердое основание. Это твердое основание есть Слово Твое. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа.